Так, всем привет! У нас сегодня эфир в свободном формате, вопрос-ответ, поэтому пока понятия не имею, что будет. Здравствуйте всем! Всем здравствуйте! Еще раз говорю о том, что у нас сегодня эфир в свободном формате. Иногда я делаю такие эфиры, чтобы мы могли с вами поболтать, поговорить. Я могла поотвечать на ваши вопросы, поэтому сегодня как раз тот самый случай, когда я решила дать себе такое свободное время для общения. Правильным делом занимались, чтобы пересматривали мои эфиры. Я вам скажу честно, что иногда бывает, что я даже сама пересматриваю свои эфиры, вдруг они включаются и я начинаю их слушать. Это всегда интересно. Я, кстати, недавно только закончила записывать рерайтер жизни новый. Я писала конспекты каждому уроку, переслушивала свои уроки. Мне было так вообще дико интересно, как будто бы это не я рассказывала, а кто-то другой. Такая очень интересная есть. Я не знаю, бывает ли у вас так, но вот я люблю что-то такое переслушивать, и вдруг я слушаю, совершенно по-новому это понимаю, думаю, ёпсель, как так интересно бывает. К каким каналам подключены люди, что мы можем с вами говорить, совершенно не думая о том, что перед этим будет говориться. То есть у тебя льётся этот поток речи, да, и ты понимаешь, что ты же его даже продумывать не успеваешь, он как будто бы опережает тебя, твои мысли. Всё это откуда-то идёт, какие-то приходят примеры, воспоминания, сравнения. Вообще понимаешь, что мозг, конечно, фантастический абсолютно, и то, как устроены люди, просто потрясающе. Я, кстати, один раз в жизни в своей теряла сознание. Вы знаете, был фантастический для меня опыт, потому что я даже, наверное, сознание теряла не как нормальный человек, а по частям. То есть я чувствовала, как я наполовину ухожу туда, но не давала этого сделать. И это просто был такой аутный опыт, когда я поняла, что человек вообще выключается как будто бы из розетки. То есть просто вот я чувствовала, как я уползаю, и чувствовала физически перестроение своего тела на этот момент, что происходило, какие были процессы. Вообще фантастика какая-то. С тех пор я поняла, что человек действительно как пылесос, знаете, включается и выключается. И нужно быть очень аккуратным и понимать, что вырубить тебя могут в любой момент. Вот, поэтому надо как-то ценить. Вот, были такие мысли, это хорошо. Значит, я не одна. Думаю о таких вещах. Значит, еще раз для мной присоединившихся, мы сегодня можем с вами поговорить, обсудить абсолютно разные темы, которые касаются вопросов, которые вас волнуют. Это может касаться ваших изменений в жизни, это может касаться того, когда вы стоите перед каким-то выбором, когда вы не можете принять какое-то сложное решение, или когда вы застряли в какой-то ситуации, с которой, как вам кажется, нет выхода, или вы уже смирились с тем, что теперь будет так. Так, я сегодня могу вам в этом помочь, немножко вас потрусить. Я люблю очень живое общение, поскольку я человек не шаблонный, я никогда ничего не заучиваю и работаю, что называется, не по книжкам. Вот, я могу вас в этом плане сегодня немножечко покачать и в этом отношении поработать. Я, кстати, сегодня бросала опросник с вопросами, сейчас, здесь будут показаны вопросы ваших зрителей, но они почему-то не показаны. Интересно. Мне задавали какие-то вопросы, но почему-то не хочет, а Инстаграм сейчас нет. Ну и ладно. Так, здравствуйте, хорошего дня, прекрасного настроения. Ну, спасибо, с этим все хорошо. Сейчас, знаете, такой удивительный период, вот этот локдаунский. Если вы помните, год назад, когда впервые закрыли, я не знаю, вы с разных, наверное, городов, стран, здесь есть люди, но тем не менее, в Киеве сейчас локдаун, и в многих городах Украины сейчас локдаун. У нас закрыто, в принципе, все, кроме магазинов, аптек и заправок. Ну так, якобы все закрыто. Но если первый раз, я помню, когда был локдаун, это, конечно, было для всех очень серьезное встряска и потрясение, сейчас, естественно, все перестроились, уже, ну, как бы более понятно, и что такое коронавирус, потому что люди очень сильно боялись, что с ними это произойдет. И вообще, как-то уже, заметьте, мозг адаптировался. То есть, смотрите, ситуация ровно такая же, как была год назад, по сути, но уже восприятие наше другое. Почему наше восприятие другое? Мы поменялись, мы поменялись, мы привыкли к новым условиям. Человека вообще всегда больше всего, что парит. Его парит неизведанное, да, мы всегда боимся то, чего мы не знаем. Когда с нами происходит что-то новое, мы этого боимся. И почему-то чаще всего все новое мы воспринимаем как плохо. Хотя почему? Вот все, что новое, все плохо. Хотя для многих людей, которые являются весьма такими активными и креативными, именно вот этот год очень многое в бизнесе, в жизни помог, ну, как бы не то что адаптировать, очень сильно улучшить, очень сильно улучшить. И я даже наблюдаю это по многим бизнесам маленьким, которые, знаете, раньше, что называется, на салфетке работали. Сейчас все абсолютно стали работать в онлайне, все абсолютно придумали какие-то сервисы общения через онлайн. И для всех это стало нормально. Например, даже в моем бизнесе полностью исчез телефон. То есть мы больше с людьми по телефону вообще не коннектимся, хотя у нас всегда была телефонная поддержка, то есть только через бот. И никак иначе. В боте есть живой человек, который отвечает, но тем не менее больше ничего голосового в жизни не осталось. Вот этого типа звонков, там каких-то выяснений, все электронные журналы, все хранится, все есть переписки, сразу же видно, у кого какой запрос был, в какое время. Очень удобно. И для меня, я вообще, поскольку как бы мама спортсменки, я имею отношение сейчас непосредственно и к бальным танцам, и к гимнастике. И там все, что касается фото, видео, вот каких-то таких вещей, знаете, все раньше было, но какой-то совершенно колхозный уровень. Ты чуть ли не на флешке должен был забирать видео или на диске. Ну то есть какой-то нонсенс. Сейчас наконец-то мы перешли в тот формат. А, еще для того, чтобы заказать, я должна была отстоять очередь прямо на соревнованиях и заказать. Сейчас в электронном виде я просто захожу, ввожу в гимнастике, ввожу просто год своей девочке-гимнастке, значит, предметы, категорию, оплачиваю тут же и потом спустя там несколько дней получаю эту ссылку с готовой работой себе на Viber или куда-нибудь там в Telegram. То есть даже такие люди, которые, как мне казалось, у них нет шансов, потому что куда на диске работать до сих пор, даже их это заставило каким-то образом стать более электронными товарищами, да, войти в формат онлайн. Поэтому я считаю, что все эти вещи очень сильно, конечно, закаляют. И сейчас вот этот локдаун совершенно другой, потому что жизнь идет везде, теперь она просто закрытая, теперь об этом не говорят, но тем не менее жизнь везде абсолютно происходит. Да, нету групповых вещей, нету занятий в школе, но все остальное, по сути, происходит, и уже как бы локдаун не такой локдаунский. Так, у меня за 8 лет самый крутой был в 2020-й и продолжается, по большому счету, из-за карантина. Вы знаете, я могу сказать приблизительно то же самое, но я считаю, это вопрос, конечно, не карантина, а вопрос того, как мы собираемся. То есть есть люди, для которых кризисные ситуации являются еще более кризисными, а есть, которые заставляют собраться и которые в период глобальных изменений, которые происходят, они происходят глобально, потому что очень у многих все сыпется, система сыпется, к которой привыкли люди, как они привыкли жить. Люди находят новые решения, начинают действовать. Раньше сидели, боялись, знаете, боимся каких-то изменений, а вдруг будет хуже еще, чем было. А когда понимаешь, что все сыпется, ты начинаешь действовать по-новому, по-свежему, в тебе включается азарт, и очень часто ты становишься именно на те рельсы, которые нужны. Поэтому кризисные времена всегда самые интересные. Так, если я оттолкнула хорошего парня, потому что казалось с ним некомфортно, но просто боялась открыться любви, сейчас он нашел другую, а я поняла, что хочу быть с ним, он решил не возвращаться, забыть или… Вы знаете, я не совсем понимаю, почему мне так много вопросов задают о парнях. Я вроде бы как по целевой аудитории уже, простите, не на 20-летних девочек вещаю про парней, про отношения. Я думаю, что я не совсем в этом плане подходящий лидер мнений, давайте так назовем меня, поскольку я могу размышлять как 37-летняя девушка, а не как 20-летняя. Вот если вам ответить как в 37, пошлите нахуй просто, возьмите следующего и все. Но вам, скорее всего, не 37, поэтому я думаю, что я не очень подхожу. Просто вот мне не очень нравится, честно вам скажу, роль вот этой мамы, там типа ля-ля-ля, но это не совсем моя история, не потому что я не мама, у меня еще, видимо, девочки не доросли до отношений с парнями, поэтому мне пока сложно говорить. Как женщина 37, я вам сказала, что делать. В остальном случае лучше посмотреть на девчонок, наверное, более своего возраста. Так, расскажите про планирование дня, недели, месяца, интересно послушать про тактические задачи. Я неоднократно об этом говорила, у меня есть ключевая штука, ну то есть я перестала для себя как бы планировать, как планировать. Я, например, за год, на год себе ставлю какие-то цели стратегические, чего я хочу достичь в цифрах, сколько я хочу заработать, сколько я хочу продать, что я хочу, чтобы обо мне говорили. Там второй момент, я ставлю себе аспекты какие-то, которых я хочу достичь финансовых, например, по состоянию своему, например, что я хочу путешествовать, я хочу тратить, не глядя там. Ну, какие-то есть у меня моменты, уровни, которые я себе поднимаю. Дальше, исходя из этого, я создаю себе примерный план того, что я сейчас на данный момент могу для этого сделать, как я сейчас себе это вижу. Вот я себе ставлю какие-то задачи. Дальше я себе устанавливаю дедлайн, например. Окей, первую задачу, когда я должна глобальную выполнить. У меня на это есть, например, в марте она должна закончиться. Исходя из этого, я для себя разбираю уже. Я думаю, так, хорошо, если в марте я должна это выполнить, то какие у меня сроки, значит, мне надо разбить, что я должна делать там в неделю. Ну, то есть какие-то устанавливаю дальше вещи. И вот я разбиваю себе глобально. То есть я должна глобально понимать, что каждый день я двигаюсь к своей цели, каким образом это будет происходить. Когда я себе это сделала, это мой must-have. Ну, то есть это точно должно произойти. Дальше у меня, например, сейчас очень большую часть моей жизни занимают детское развитие, да, дети. У меня спортсмены дети, серьезные спортсмены, мы работаем каждый день, у нас большие цели и планки. Естественно, здесь есть дальше распределение моего времени, их графика, поверьте, их менеджить не очень легко, особенно Еву сейчас. И есть понимание того, что, ну, как мне теперь в этот день разбиться. Ну, то есть разбиться в плане того, что я должна делать. Я смотрю, что делаю я, что перебрасываю на мужа, что можно каким-то образом адаптировать. Следующий момент, это, безусловно, какая-то моя личная история. У меня есть личные дела, у меня есть личные практики, у меня есть друзья. И вот, скажем так, по степени важности все это дальше входит в мою жизнь. То есть я интуитивно ощущаю, что я могу себе позволить на этой неделе, что нет. Если мне звонит подруга, например, или пишет и говорит, давай увидимся, я ей говорю, смотри, я смогу через две недели. Вот так я отвечаю. Почему? Потому что, например, на эту неделю у меня вплотную стоит закончить свой продукт, закончить какой-то большой кусок работы, который мне необходимо сделать для того, чтобы продвинуться к своей цели. Вот так это происходит. Дальше есть ежедневные текущие дела. Это работа, например, с вами, с моей аудиторией. Это работа с рерайтовцами, потому что я каждый день с ними на связи. И вот таким образом я себе в день понимаю, что мне необходимо сделать так или иначе. То есть вот так это у меня происходит. Дальше я просто себе на день составляю этот график, иногда записываю, иногда мне не нужно этого делать, потому что я в любом случае знаю, что это произойдет. И я очень дисциплинирована. То есть я по-любому сделаю. Я умею работать очень результативно. Я умею делать все очень быстро. Я могу за три дня сделать то, что мои сотрудники раньше могли бы делать месяц. То есть я за счет именно своей результативности, качества работы и высокого профессионализма в том, что я делаю, я делаю очень крутые штуки, достаточно быстро оптимизирую все, что только возможно оптимизировать. Вот сейчас я, например, отправила Еву на тренировку. У нее сегодня полтора часа, недлительная тренировка. Я решила полтора часа адаптировать под общение с вами. То есть вот таким образом я живу. Я встаю в 6 часов, иногда в 5.30, для того, чтобы утром выполнить свои ментальные практики, разобрать все свои переписки, сделать то, что, например, когда в 7 утра начнется день, и мне нужно помыть волосы уже и выезжать на тренировку и завозить детей в школу, чтобы я до этого времени уже знала, что большой пласт работы я переделала. То есть я результативная. Я эффективная. Я умею выделять то, что для меня является важным. Мне важно двигаться. Мне важно знать, что я все время продвигаюсь. Я могу отодвинуть Инстаграм на какое-то время, отодвинуть друзей на какое-то время. Что-то я могу позволить себе отодвинуть, почему-то гаснет и крат. Но тем не менее я точно знаю, к какому сроку я должна какую цель и задачу сдать. Вот. Это вот мое. Я считаю, что все, что касается тайм-менеджмента, это применимо исключительно к одному человеку. Ну, то есть кому-то подходит так, а кому-то нет. Кому-то кто-то может по-другому. Важно найти и понять себя, какой ты есть. Не пытаться быть Олей Ермиловой, если для тебя близки другие совершенно подходы. Вот. Если вы не можете так, значит, вам нужно найти, как можете вы и чего вы хотите. Каким вам… Ну, вот есть люди, которых я, например, не могла, к сожалению, саму переделать. Ну, вот у человека совершенно другие запросы по жизни, ему таким хорошо быть. Ну, тогда не надо от этого страдать. Надо понять, как ты можешь, какую жизнь ты можешь прожить и понять, готов ты к этому или нет. Если нет, тогда нужно менять свои привычки, свою идентичность. Понимать, что я хочу стать другим человеком, и я готов для этого действовать, двигаться и так далее. Ну, плюс-минус вот так. Немного не в тему, не могу не спросить. Отлично выглядишь. В чём секрет? Косметология? Нет секрет, просто нет никакого секрета. Я думаю, что, скорее всего, это не я отлично выгляжу, а люди в моём возрасте часто умудряются выглядеть хуёвенько. Вот. Вот и всё. Я считаю, что я выгляжу абсолютно нормально для своего возраста. Не супер хорошо, не супер плохо. Я тренируюсь, я занимаюсь, я ухаживаю за собой, я не делала себе никаких операций и так далее и тому подобное. Я свой мозг держу в здоровье, я делаю ментальные практики, я знаю, что я красива, хороша, я очень себя люблю, я в себя инвестирую деньги, время. Я себя развиваю, и я считаю, что всё это является моим украшением и позволяет мне выглядеть так, как я выгляжу. На сегодняшний день, мне кажется, что как раз с возрастом мы становимся многие гораздо красивее, потому что мы начинаем себя любить, ценить и вкладывать в себя то, что даёт нам именно силы нашего разума. То есть вот эта осознанность наша начинает вылазить в виде светящихся глаз, красивой кожи, каких-то более ослепительных улыбок, внутренней харизмы и так далее. О чём мечтали в 17 лет, я не помню. Наверное, чтобы с мальчиком каким-то встречаться. Какой путь любви к себе? У каждого свой. В юном возрасте вы были уверены в своём денежном изобилии, в изрелом возрасте. Да, я всегда была уверена в своём денежном изобилии. Я знала, что я родилась богатым человеком, что я люблю очень деньги, я люблю очень благополучие, я люблю щедрость, я люблю дарить подарки. Я считаю, что бедные люди, моё убеждение, что бедные люди – злые люди. Я помню себя, когда у меня была нехватка денег, я всё время злилась на других людей, потому что меня всё время просили куда-то сдать деньги, за что-то заплатить, отремонтировать машину, заправить. Я даже злилась на продавца в супермаркете, который озвучивал мне сумму чека. Поэтому мне гораздо больше нравится быть богатым человеком, и меня это мотивирует. Завтра важное выступление. Знаю, всё пройдёт супер, но волнение присутствует. Как вы настраиваетесь перед выступлением? Никак. Я считаю, что я первоклассный оратор, прекрасный оратор, самый лучший оратор из всех, кого я знаю. Разве что с Тони Робинсом я могла бы стать рядом, или он мог бы стать рядом со мной. Я очень много лет прокачиваю в себе уверенность и считаю, что мне это очень помогло. Плюс у меня очень богатый опыт выступлений, и я никогда не сомневаюсь, что когда я выйду на сцену, я подниму весь зал. Никогда у меня таких сомнений нет. Поэтому это опять-таки внутренняя черта моего характера. Я не могу дать рекомендацию в этом плане, потому что вы не я, я не вы. Найдите то, что будет рациональным зерном для вас. А если вы в себе не уверены, скажите, я не буду выходить на сцену. Я предпочитаю всегда делать исключительно то, в чём я очень хороша. И я знаю, что я хороша. Если вы не знаете, что вы в этом хороши, значит, займитесь тем, в чём вы хороши. Или займитесь ответом на вопрос, а в чём же вы хороши, в чём-то же вы должны быть хороши. У меня получается часто так, что задачи получаются намного больше, чем время, заложенное под неё. Повышать эффективность или ставить более отдельные сроки, я не знаю. Искать своё, я не знаю, мне сложно вас сейчас гипотетически рассматривать, я не понимаю, о чём мы говорим. То есть я знаю, что я человек слова. Если я себе дала слово, я взвешиваю заранее свои силы, и я стараюсь всё время становиться ещё лучше. И я знаю, что если я сказала, что я это сделаю, то я это точно сделаю. То есть это во мне такое качество. Как у вас это происходит, какого уровня вы ставите себе задачи, насколько вы держите данное себе слово, насколько вы дисциплинированы, я понятия не имею. Просто перестаньте себе врать, начните себя рассматривать, начните понимать, где вы говорите просто, что вы устали, как ребёнок маленький для того, чтобы дать себе какую-то поблажку, где вы врёте себе, чего вы хотите, зачем вы ставите задачи, которые вы не готовы выполнять и так далее. Это такой глубокий достаточно разбор. Поэтому я и говорю о том, что нужно учиться разбирать себя самого. Почему на рерайтере мы учимся разбирать себя самого? Да потому что ни на какого психолога не напасётесь, вам нужно будет с ним жить. И когда мы приучаемся к тому, что нас разбирает кто-то, мы же тоже ленивыми становимся, у нас же мозг начинает тут же, знаете, всё время задавать вопросы, как вот тупой сотрудник, простите. Вот часто есть у нас опция у каждого, называется тупой сотрудник. Когда мы не хотим думать, мы хотим, чтобы нам все рассказали, что надо делать. Вы должны понимать, что если вы по жизни тупой сотрудник, вы никогда не достигнете никаких высот. И не обязательно, что вы работаете на кого-то, вы просто можете вести себя как тупой сотрудник. Вы всё время хотите, чтобы кто-то дал вам решение, нас так в школе программировали. Есть готовое решение. Купи учебник с решебником и посмотри, какой готовый ответ. В жизни, если вы хотите быть по-настоящему успешным человеком, нет готовых ответов. Вы должны сами создавать ответы. Вы должны быть вершителем, создателем этих гениальных ответов. Тогда вы сможете расцветать, тогда вы сможете процветать, тогда вы можете вести за собой до тех пор, пока вы идёте за кем-то, а вы всего лишь член большого стада. Ведь член — это не самое плохое слово, заметьте. Может быть, секрет в том, чтобы говорить, я первоклассный оратор, я молодец, я всё могу. Я думаю, что секрет не в этом. Внушение в данном случае работает, если вы действительно являетесь первоклассным оратором. Это долгая настройка. Вы должны понимать, что если бы мы просто говорили, я прекрасная балерина, или я прекрасный какой-то там человек, это важно. Я не говорю, что это не важно, но за этим должно стоять дело. Каждый день вы должны себе говорить, я первоклассный оратор, и уделять 2-3 часа тому, чтобы это ораторское искусство своё полировать. Понимаете, прекрасным танцором не станешь, если ты будешь каждый день говорить себе по 5 минут в день, что ты прекрасный танцор. Но если ты будешь говорить себе, что ты прекрасный танцор, и ещё по 6 часов стоять возле станка, у тебя гораздо сильнее повышаются шансы. У нас очень многие, знаете, хотят один раз в жизни выйти на сцену и стать первоклассным оратором. Выходите на сцену и говорите, вы знаете, я неопытный оратор, я как оратор считаю, что я вообще не очень, но я очень хочу стать хорошим, поэтому дайте мне сегодня такую возможность. Если я буду заикаться, если я буду спотыкаться и сильно бояться, просто поддержите меня, будьте искренне всегда со своей аудиторией, и это первая вам рекомендация к настоящему успеху. Не делайте из себя того, кем вы сейчас не являетесь, потому что вас обязательно раскусят. Но это не значит, что вам не нужно стремиться к тому, чтобы стать другим человеком. Но стремиться, это значит делать это каждый день, тренировать себя каждый день. Не один раз, когда мне нужно это сделать, а каждый день. Тогда у вас будет результат. Только ежедневные тренировки своего мастерства, если вы поистине решили стать в чём-то великим мастером, дадут вам результат. Если вы будете об этом вспоминать раз, не знаю, в полжизни, это как, знаете, дети, которые ходят на турниры. Они ходят три раза в неделю заниматься после школы кое-как, а потом у них турнир, и родитель говорит, ой, тренеру, давайте возьмём индив. И вот он 45 минут потанцевал на индиве, а потом родитель говорит такой тренеру разочарованный, ну вы знаете, мы же даже индив взяли, а всё равно результат у него не очень. Ну конечно, естественно, один индив в 45 минут должны были решить всю ситуацию и сделать из ребёнка чемпиона. Вот, точно так же и у нас всё. Так, спасибо, занимаюсь практиком, за лицом ухаживаю, мне, правда, 39 лет. Но у нас с вами год разницы, и что? Может быть, секрет в том, чтобы говорить, так, это я прочитала, перестать себя врать и держать слово. Да, дякую. Будь ласка. Мне всё кажется, что вы будете поактивнее с вопросами, но видите, я поактивнее была куча. Девочка такая. Ну ладно. О, как я люблю пить кофе, знали бы вы. Мне кажется, я могла бы целыми днями сидеть и пить это ладо чудесно. Нет, для меня вкуснее напитка. Привет, привет, ну привет. Так, ну мы продолжаем с вами, вы можете вклиниваться в мой чудесный монолог, замечательный. И вообще из тех людей, знаете, которые могут разговаривать сами с собой очень долго. Мне кажется, мне надо было создавать своё радио и всё время болтать. Как побороть волнение? А никак. Ну никак вы его не поборете. Ну вот как вы его поборете? Волнение – это естественный процесс. Как вы его… Вообще запомните такую штуку в жизни. Не надо ни с чем бороться. Нужно договариваться. Борьба – это всегда момент того, что кто-то будет выигрывать, а кто-то будет проигрывать. И тот, кто будет проигрывать, будет хотеть выигрывать, наверное. Я вообще против борьбы, войны. Я предпочитаю всегда находить какое-то место, где, знаете, нет конкуренции. Чаще всего это на вершине горы, потому что у подножья горы всегда гораздо больше конкуренции, чем на её вершине. Поэтому бороться с волнением не нужно. Нужно просто задать себе вопросы. Почему я волнуюсь? Что меня беспокоит? И заранее подложить себе кустики под это место. Если вы боитесь, что вы заикаетесь, значит, выйдите и скажите об этом аудитории. Если вы боитесь слишком сильно, значит, запишите видеообращение. Если вы совсем боитесь, сделайте презентацию, чтобы вы могли всё по ней читать. Если боитесь ещё сильнее, то не выходите на сцену. Ну, займитесь своим делом. Иногда действительно ты смотришь на человека и думаешь, зачем он это сделал. А если вы поставили себе такую цель, что вы хотите стать этим оратором, значит, скажите себе заранее, что на сотом выступлении у меня будет всё классно, а пока 99 мне нужно пережить. Нужно всегда найти какой-то вариант и способ себе объяснить, что происходит, чтобы вы себя чувствовали максимально комфортно. Я понимаю, что 99 раз у меня будет не очень, значит, я к этому нормально отношусь. Ничего страшного. Это один из 99. Вот на сотый я бы расстроился, если бы у меня не получилось. А 99 пока что могу. Разговаривайте с собой, разговаривайте, ищите подход к своему внутреннему ребёнку. Всё время или свет становится всё время хуже вид на экран. Так, смотрим. Жду с нетерпением рерайтер. Круто. Мешает лень, банальная лень, что-то делать, кажется, нет смысла ни в чём. Но это отсутствие мотивации, понимания того, чего вы вообще хотите. Я всегда в таком случае говорю, что ждите какого-нибудь приключения в виде смертельной болезни. Тогда у вас появится мотивация или не появится. То есть вы сами себя, на украинском языке есть такая наклыкалый, вот сами на себя вот это наклычатое. Оно вам надо. Как вы боретесь с обидами и страхами? Очень редко обижаюсь. Считаю, что реакция моя. Я всегда себе задаю вопрос, как я реагирую. То есть первое, я не жду реакции каких-то от людей, на которые я могу обидеться. На что мы обижаемся? На то, что человек повёл себя не так, как мы ожидали. Или какая-то ситуация произошла не так, как я себе планировала. Я стараюсь придерживаться истории про то, что нужно позволять себе быть собой, а другому другим. Обижаюсь только в редких случаях, если это очень близкий человек, что-то мне сделал. Но у меня есть пост про красную карточку. Вот почитайте. Таким образом из этого выхожу, но это очень редкая на самом деле история в моей жизни. А страхов? Ну нет у меня страхов. Ну честно, нету страхов. Я не то, что стараюсь. Я уже давно никакие себе страхи не придумываю, потому что я знаю, как устроен наш мозг. Я знаю, что мы притягиваем именно то, чего мы боимся, поэтому я с этими вещами больше не играю. То есть после того, когда я стала заниматься по своей методологии в рерайтере, я избавилась от этих вещей. Что посоветуешь, если хочется начать вести YouTube? Все для этого есть. Все возможности, но есть страх, что первые видео будут неудачные. Ну вот попробуйте подумать, что я могу ответить на этот вопрос. Это у вас сейчас вопрос вот этого сотрудника, о котором я только что говорила. Какое место в вашей жизни занимает визуализация, представление о своей будущей жизни? Визуализация является частью моей жизни, потому что я же автор марафона и рерайтер жизни. И я работаю с этим каждый день. Я каждый день работаю со своими визуализациями и образами того человека, кем я хочу стать. Мало того, я каждый день становлюсь все больше тем человеком и имею все больше ту реальность, которую я представляю. То есть то, что я представляла себе год назад, я получаю в течение полгода достаточно быстро. Поэтому, ну, какое я имею? Я сама и есть эта визуализация, я бы вам так сказала. Ребенок обожает папу, для меня эти отношения токсичны. Когда я говорю об этом мужу, он сразу манипулирует, что дочь меня возненавидит, не могу найти выход. А почему вы, я не совсем понимаю, какого папу ребенок обожает, но я не понимаю, почему вы решаете, что чувствовать вашему ребенку и кого ему любить. То есть ваши отношения с папой, с мужем, с мамой, это ваши отношения, а его отношения, это его отношения. И займитесь собой и перестаньте портить жизнь своему ребенку уже на начальных этапах, рассказывая ему, что ему нужно делать. Займитесь своей жизнью, вы не имеете права диктовать своему ребенку, что вы делаете. Вы домик, который дал жизнь своему ребенку, и хорошо бы дальше ему перестали ее портить или не начали ее портить. Подумайте об этом, пожалуйста. Ваш ребенок – это не ваша собственность. Вам просто дано счастье подарить жизнь, а дальше не портите ее. Какую литературу посоветуешь почитать по теме, но не сильно напрягающую, а доступную? Советую вам послушать мои книжки и почитать. Больше никого сейчас советовать не буду. Приходите на рерайтер жизни, самое доступное, что есть. Как научиться говорить лицо, то, что реально думаешь о человеке, всегда присутствует страх обидеть. Вопрос, в какой ситуации вы собираетесь ему об этом говорить. Вы имеете право сказать человеку, что вы о нем думаете, только в том случае, если он вас спрашивает об этом. А во всех остальных случаях это вопрос вашей личной обиды и вашего желания кому-то что-то выплеснуть. Перестаньте думать о других и займитесь собой. Спросите лучше себя, что вы думаете о себе. Спросите себя, почему вы себя не любите, почему у вас с собой конфликты, что вам сделать, чтобы со своей собственной жизнью разобраться. А вы начинаете другим рассказывать, детей своих учить. Себя научитесь, с себя начните в конце концов. Кто вас просит говорить кому-то в лицо, что вы о нем думаете. Вам хочется, когда вам говорят, что о вас думают. Мне вообще насрать, что вы думаете там обо мне. Ну, я считаю, что ни один уважающий себя человек никогда не полезет к другому и не начнет ему давать какие-то дотации. Я могу сказать, что я о вас думаю, только когда вы задаете мне вопрос на эту тему. Я могу вам сказать по этому поводу. И я это говорю не с целью вас обидеть. Я вам это говорю, вы меня спросили, я вам ответила, не надо спрашивать. Если вы не готовы получить ответ, не надо спрашивать. Это как женщина, которая начинает задавать своему мужчине вопросы. Я правда была у тебя лучшей любовницей? Ну, скажи, а ты никого никогда? Он говорит, ну, вообще была у меня другая, я ее очень любил. На хера ты спрашиваешь это? Зачем ты лезешь? А потом ты говоришь, ой, зачем ты мне это сказал? Ты дурак, ты не мог меня обмануть. И он говорит, ну, я не привык обманывать. И, короче, начинаются все ваши проблемы. Поэтому чистите себя, дорогие мои. Занимайтесь, начнитесь с себя. Разберитесь с собой. Когда вы разберетесь с собой, вы сами поймете, как много глупых вещей вы совершали. Вы сами поймете, как себя вести в тех или иных ситуациях. Вы сами не захотите во всем этом путаться и жить в этих вибрациях всего этого гомнища. Вам не захочется ни этих разборок, ни этих проблем, ни этих обид. Вы не захотите этого. Вы увидите, насколько классная у вас жизнь. А сейчас это как салат, знаете, в супермаркете, куда все набросали, что пооставалось, майонезиком замазали, и вот все типа весело. Вот у нас вкусненький салатик. Не будьте салатом, будьте вкусным авокадо. В чем смысл наставника, если нужно самим думать? Смысл наставника в том, что он указывает, в каком направлении думать. В противном случае вы занимаетесь, знаете, игрой с пипиской, думаете только о своем писюнчике. Наставник показывает, направляет, в какую степь тебе нужно копать. И наставник работает только в том случае, если вы готовы, чтобы вас наставляли. Вы платите ему деньги за то, чтобы он вас наставлял. Это самый лучший вариант. В противном случае вы все время с наставником играете в роль, докажу, что я другой. Это ты придурок, я нормальный. Это, знаете, это отношение ребенка и мамы, или ребенка родителя. Когда нужно доказать, значит, ты не прав, ты не прав. Это не история про это. Поэтому я работаю на личных консультациях достаточно за большие деньги. Для того, чтобы человек видел ценность, для того, чтобы он не считал, что я ему что-то наплела, а он пришел доказать мне, что я дура и ни в чем не права. Ну окей, заплатил деньги. Если тебе теперь нравится, что ты дурак, точнее, что я дура, ну хорошо. Ваше право, как интерпретировать те или иные слова, Ваше право выбирать, обижаться на них или принимать их как лекарство. Вы сами это все выбираете. Понимаете? Вот и все. Ответственность всегда принадлежит вам. Вы пришли к доктору, он вам говорит, вот вам лечитесь. Будете вы лечиться так или не будете, по сути, ваше дело, ответственность на вас в любом случае. Вы лечитесь вы этим или вас это убьет. Это ваша ответственность. Делать прививки или не делать прививки. Да какая разница, кто что говорит. В конечном счете это вас или вылечит, или убьет. И вы принимаете решение. Вот и все, осознайте это. Если вы потом станете калекой, например, то вы придете к врачу и скажете, вы меня убили, но калекой-то вы останетесь. Поэтому всегда решения принадлежат нам. Помните об этом. Кто бы что ни говорил. Я стала успешной всего пару раз на клык, взяв... Даже не знаю, что вам ответить. Как попасть на ваши занятия? Марафон Рерайтер жизни проходит у меня каждый месяц. 1 апреля будет новый поток. Ссылка есть у меня в профиле, в инстаграм, переходите и welcome. Нашла вас случайно в соцсети? Ну, не случайно. Недавно думала над тем, что у меня застой в жизни. Ну, вот, видите. На самом деле, вы абсолютно правильно говорите. Конечно, не случайно. Мы притягиваем в свою жизнь ситуации, обстоятельства, людей, которые нам необходимы в данный период жизни. Все абсолютно притягиваем мы. То, что вы притянули меня, ну, мне кажется, это говорит о том, что ваш жизненный подъем ожидает. Потому что чаще всего мы привлекаем в жизни очень интересные приключения, очередные проблемы. И вот всю жизнь человек сражается непонятно с чем и непонятно на что тратит свою жизнь. Поэтому поздравляю вас. Вы молодец. Если бывший муж поздравляет дочь словами с днем рождения, вижу, она переживает очень, стоит ли ему сказать, что можно было бы подарить хотя бы цветы. Дочь 22 года или не лезть в их отношения. Не лезьте. Я думаю, что все, что вы можете сделать, это поговорить со своей дочерью и помочь ей понять эту ситуацию правильно. То есть объяснить ей, что она прекрасна, что она замечательна, и что такое бывает, что это больше папины проблемы. Папа, который не в состоянии понять, принять. Папа когда-нибудь поймет, может быть, что он для себя в жизни потерял. Но это совершенно не означает, что она непрекрасна, она нелюбима. И наоборот, настраивать ее на то, что ее семья должна быть другой, что она должна встретить другого мужчину. То есть тут больше ваша работа должна быть, ну не то, что как утешение, а как разъяснение на эту тему. Посмотрите литературу на эту тему, послушайте кого-то. Я просто не суперэксперт в данном направлении, не очень хочу уходить в обратную сторону. Но вы должны понимать, что вы не должны делать работу папы. Просто нужно дочери объяснить, чтобы она это правильно восприняла. Вот и все. Чтобы она для себя не взяла историю про папу, как про то, что папа ее не любит. Папа так выражает свою любовь. Папа так понимает любовь. Для папы отношения вот так, это нормально. Его по-другому никто не научил. Ну не научил. И вы его не научили по-другому. Ну ничего страшного. Ну и окей. И не надо делать из этого трагедии. Можно переиначить, можно все переиграть. Вы должны объяснять своим детям, что может быть так, как они захотят. Не надо принимать за правду то, как произошло. Ну так произошло. Но мы с папой были достаточно глупыми, неосознанными. Но ты можешь по-другому. Так. Какую вашу первую книгу почитать? Сегодня висит ссылочка. Вы можете скачать мою книгу, которая называется «Почему ваши желания не исполняются». Когда вы ее скачаете, там есть аудиоверсия и есть просто электронная версия. После нее к вам придет мой курс бесплатный по изменению своего мышления. После него к вам придут ссылки на мою книгу «Зажигалка». Тоже вы сможете послушать бесплатно. Все, что нужно, вот вас прямо окунут в это. И если вам это все подойдет, понравится, дальше вы уже сможете со мной поработать, если вы этого захотите. Не захотите? Наслаждайтесь. Ничего с вас не требуем. Является ли любой человек на 100% вершителем своей жизни при постоянной работе над собой? Конечно. Конечно. Я считаю, что судьбы и все эти прочие вещи нет. Конечно. У нас есть мозг. Мозг – это наш пульт управления от нашей жизни. И то, каким образом мы научились этим мозгом управлять, насколько мы знаем, как правильно. Это как вот машина, понимаете? Вот есть руль, есть педали. Вот если вы никогда не водили машину, вы сейчас сядете и скажете, «Ёпси, вам будет страшно». Вы скажете, «Можно я буду пассажиром?» И вы никогда не будете знать, как водить автомобиль. Вот наш мозг – это пульт управления от нашей жизнью. Парадоксально то, что вы ее управляете. Но вы ее управляете, вы даже не знаете, как это работает, поэтому вы управляете, а как не понимаете. И все, что вы имеете, это результат вашего управления. Мозг есть у каждого, у каждого. Значит, каждый может управлять. Еще девушка для серьезных отношений. «Ну, слушайте, я вам могу пригодиться, я бы как бы не прочь с вами отношения». Тем более у вас такое имя «Гу-Гу-Гуф». «Как удается рано просыпаться и сразу быть умничкой?» Я не знаю, «Как удается не рано просыпаться?» Вот знаете, у меня это всегда такие встречные вопросы. Как люди могут спать, например, до 10 дня, до часу дня? Я даже на Новый год не сплю до такого времени. 9 утра максимум, это я встаю. «Вы светитесь?» Это когда человек в гармонии с собой. Спасибо, я надеюсь. «Где приобрести ваши книги?» Я только что ответила на этот вопрос. Вы можете бесплатно их скачать. У меня в Телеграме висит… Ой, в Телеграме, господи. В Инстаграме, в сторис висит сегодня ссылочка. Можно всегда, вот если вы будете смотреть этот эфир когда-нибудь, похоже, мне его придется сохранить, вы можете всегда написать «Хочу книгу» мне в директ. В директ. И вам бот пришлет ссылку на мою книгу. Все очень просто устроено. Бот не пришлет, только в том случае, если он затупит, но тогда пройдет время, и мы ее сами вам пришлем. Ложитесь спать рано, и как придется? Ну, как придется. Вчера легла около 12. Бывает, что ложусь около 10. Но реже так бывает. Но это бывает тогда, когда я сделала большой такой интеллектуальный труд, сильно компьютерно пригла. Знаете, мозг у меня бывает иногда гудит. Вот просто, когда я очень сконцентрирована над какой-то работой, когда переделываю, создаю какие-то новые продукты, много записываю, думаю над этим. В общем, у меня бывает такое, когда, знаете, как компьютер гудит. Вот тогда стараюсь я лечь пораньше, потому что, ну, мне нужно все-таки высыпаться. Водраст уже у меня такой. Нужно отдыхать. Вообще сон очень важен, конечно, в жизни человека. Я это замечаю активно. Вот, поэтому стараюсь высыпаться. Ну, в принципе, я уже увидела, что мне для сна достаточно 7 часов, чтобы быть хорошо. с какого возраста вы взяли детям няню? С 8 месяцев. Вы любите Киев? Конечно. Киев мой любимый город, и сколько раз мы говорили на тему того, чтобы переехать в какой-нибудь другой город или страну, я не хочу. Мне очень нравится Киев. Раздражает бывший муж, но приходится общаться из-за ребенка, что нужно переработать. А почему вы? Вообще он вас раздражает. Ну, то есть вы были вместе, вы расстались, займитесь своей жизнью. Он вас раздражает, потому что ваша жизнь вам не нравится. Поверьте, если вы будете любимой, любящей, счастливой женщиной, которая развивается и имеет свою яркую, насыщенную жизнь, то он перестанет у вас вызывать вообще какие-либо эмоции негативные. У нас раздражают другие люди, когда в нас живет раздражение. То есть эмоция всегда принадлежит нам. Понимаете? То, что мы испытываем по отношению к другим людям в любом случае принадлежит нам. Если бы у вас не было такой опции, как раздражение или ненависть, и вы бы просто не могли этого делать. Понимаете? Это как стаканчик с кофе. Вот если у меня нету в руке кофе, я не могу облить им другого человека. Поэтому, а вот если он у меня есть, то я могу им облить, но обязательно обольюсь сам. Такое правило, такое ментальное есть. Поэтому работать нужно всегда с собой. Нужно сначала самому избавиться от вот этого кофе. Тогда вам станет легче в другом направлении. Еще раз. Хочу книгу, нужно писать боту. Вы заходите в директ и просто пишите «Хочу книгу». Это не директ. Вам сейчас не пришлют сюда книгу. Часто выплывает сообщение, где требуется помощь для больных детей. Кому-то отсылают деньги, кому-то нет, но из чувства вины, что как-то можно больше помогать, но все равно всех не спасешь. Вот смотрите. Очень хороший вопрос. Я вам скажу больше. Есть люди, которые еще, ну на меня, например, и на многих, естественно, людей в Инстаграме, у кого есть большие аудитории, происходят эти, как это называется, атаки, я называю, атаки волонтера. Да, там спасите Валечку, Женечку, и в день этого происходит очень много. Я вам скажу следующим образом. Есть такая крутая такое месседж, который звучит следующим образом. Я точно знаю, что мои успехи, мой успех, мое богатство поможет многим, а мои неудачи не помогут никому. И это является для меня мотивацией быть богатым, успешным человеком, развиваться, чтобы я могла тоже оказывать какую-то свою помощь этому миру. Но я, как человек, который работает с энергиями, с законами силы разума, я знаю, что если я принимаю в себя негативную энергию, то есть если я живу и всё время думаю о больных людях, о том, как всё плохо, я начинаю эту энергию излучать. И знаете, что происходит? Я начинаю сама находиться в негативе, притягивать к себе болезни и проблемы. И как осознанный человек я это понимаю, поэтому я от этого отстраиваюсь максимально и занимаюсь тем, чтобы быть максимально успешным человеком. При этом я, например, у меня есть такая история. У нас мы с мужем 10% от прибыли, которую мы получаем, мы выводим на другую карту. У нас есть резервная карта, которая выводит деньги. Это деньги, которые мы воспринимаем как не наши деньги, то есть деньги, которые принадлежат не нам. Это деньги, которые мы вкладываем, инвестируем и помогаем тем людям или тому человеку, которому мы приняли решение это делать. Но этого человека мы находим не по принципу того, что он нам написал в Инстаграм, а вот у нас есть другая немножечко история по этому поводу. Мы на эту тему много говорили, думали, как это сделать правильно и приняли для себя такое решение. У меня сейчас есть конкретный человек, конкретная история, в которой я приняла решение, что эти деньги я по мере надобности даю этому человеку, инвестирую, скажем так, в этого человека и помогаю этому человеку. Бывают такие ситуации, как была недавно, например, и происходят, например, в Украине, в сборной Украины девочка Валерия, художественная гимнастка, сборница групповичка, заболела, у нее определенная форма рака. И, конечно, эта ситуация меня, ну, ей, по-моему, 19 лет, эта ситуация меня очень сильно взволновала, потому что у меня дочь старшая художественная гимнастка. Например, в этой ситуации, когда я увидела объявление в интернете, вся художественная гимнастика сразу же поднялась, причем мировая, создаются сейчас турниры и там прочие вещи, где деньги уходят Лере, я тоже сделала как бы свой финансовый вклад. Вот. И я все время говорю себе о том, что если ты хочешь помогать другим людям, лучшее, что ты можешь сделать, это быть богатой и успешной, тогда ты можешь оказать этим людям помощь. Вот. Соответственно, береги свое ментальное здоровье, создавай свои самые богатые, позитивные, успешные вибрации, для того, чтобы ты могла помочь большему количеству людей сделать что-то хорошее. Вот приблизительно так. Так, вижу. Будильник заведен на 5.18, но просыпаясь раньше, понадобилось полтора месяца. Вот. Большая, вы молодец. Есть эффективный альтруизм, изучите те, кто помогает людям. Так, скажите, как сделать, чтобы человек от меня отстал? Очень хочу избавиться от одного чела. Меньше о нем думайте и перестаньте обращать на этого человека внимание. То есть человек питается нашей энергией и очень часто нас запугивают. Почему нас пугают? Потому что страх очень сильная энергия. То, чего мы боимся, мы все время об этом думаем. И если это человек, то этот человек подключен к нам энергетически. Постарайтесь этого человека просто вычеркнуть из жизни, перестать о нем думать, на него реагировать, превратить его в пустое место для себя. Как только этот человек почувствует, что вы его больше не боитесь, вы о нем больше не думаете, вы перестанете быть ему интересным на энергетическом уровне, и он найдет кого-то другого. Ну, условно, как энергетический вампир. Плюс так. Будет вам понятно. Я, когда помогала таким людям, сразу появлялась жопа болезней в больнице и просто перестала помогать. Ну, это тоже, видите, в данном случае у вас, значит, это так и будет, это уже ваше убеждение. То, что мы берем себе за правду, то так и будет, поэтому в вашем случае точно лучше не помогать. Встретила бывшего спустя 9 лет, сама замуж за другим, теперь все мысли о бывшем. Ну, вы знаете, я думаю, что мысли о бывшем именно нам всегда приятно вспоминать что-то хорошее. История о вашей несостоятельности сейчас, история о том, что вы сами себе сейчас не настолько интересны, и вы, поэтому вот когда вот с нами происходит, мы на себя не фокусируем внимание, мы очень хотим с чего-то переключиться, с той жизни, которая у нас есть, мы как женщины все время находим себе вот это вот, что-то из прошлого, у нас такая темка присутствует. Я всегда рекомендую сейчас одно, займитесь своей жизнью и сделайте так, чтобы ваша нынешняя жизнь стала настолько офигенной, чтобы вам не захотелось никаких бывших и близко. История с бывшим, это практически в 99% случаев, построенная на каких-то воспоминаниях и для какой-то романтики, которой нам не хватало. Занимайтесь развитием себя, начнете развиваться, поймете, насколько это все глупо выглядит. Так, как вы относитесь к пластическим операциям, например, мамопластика? Я ко всем операциям в принципе отношусь хорошо, потому что если людям это нужно, я отношусь, знаете, к чему плохо? Я отношусь плохо к тому, когда девочка очень молоденькая и она начинает просто себя перекраивать. Мне не очень это нравится, вот как мама, например, дочерей, я понимаю, что если мне Алиса в 19 скажет, мама, я хочу увеличить себе грудь, там, подпилить нос, уменьшить уши, сделать разрез глаз другой и там, исправить форму подбородка, я, наверное, этому не обрадуюсь, потому что я знаю, насколько она красива. Но если она, например, откормит детей, ей перестанет нравиться ее грудь, вот, она скажет, мама, я хочу, или если у нее там в 50 лет ей не будут нравиться ее глаза, она захочет сделать блефоропластику, то есть в этом случае, да, но либо, когда, не дай бог, произошли какие-то дефекты. просто, типа, увеличивать молодую красивую грудь, но только в случае, если это, простите, доска, два соска и девочка по этому поводу сильно комплексует. Вот, ну, я считаю, что, как бы, тело твое и ты должен распоряжаться им сам. Это как и татуировки и прочие штуки. Ева у меня очень любит татухи, например, то есть она просто набивается полностью этими татухами иногда. Я не знаю, я ее спросила, я говорю, а ты когда вырастешь, ты сделаешь себе татуировки? Она такая, нет, ты что, типа, эти же можно смыть, а те не смоешь. Думаю, не понять мне уже эту логику. Ну, как бы, я ко всему отношусь абсолютно адекватно. Сходила с девочками в ресторан, был стриптизер, пять минут танцевал, две недели слышу его недовольство. Вообще, последнее время для него я думаю только о себя, но других пофиг. Ну, вы понимаете, у вас проблема в чем-то другом. Проблема в чем-то другом, а это стало как каким-то как-то пульта. Ищите всегда истинную проблему, в чем она есть. Может быть, просто вы друг другу надоели, может быть, вы друг друга не любите, может, вам друг с другом скучно. Вот эти притирки, стриптизер позвонил, ну, кто тебе написал, как-то вообще нудило. Если человек живет в плюс 10%, то от прибыли нужно отдавать на благотворительность, если человек в большом кредите, тоже нужно отдавать. Вы знаете, я вообще против понимания того, что нужно и не нужно. Вот каждый сам себе решает, что ему нужно и что ему не нужно. Я против любых правил. Вот ты должен отдавать 10%, 30%, ничего никому не должен. Есть твоя собственная потребность и твоё желание внутреннее. Ты понимаешь, что ты хочешь это делать. Вот меня заставить что-то делать, если я этого не хочу, ну, типа, можно, оно опасно, потому что я всё равно вытащу красную карточку и отомщу. Ну, такая вот природа у меня. Поэтому сами решайте. Вас никто ничего в жизни не может принудить делать, вы должны это понять. Возьмите ответственность за свою жизнь сами и сами распределите и решите, как вы хотите и чего вы хотите. Кредиты, долги, богатство, рерайтер, отсутствие рерайтера, ваше личное дело. Как вы считаете, опасно в части мамопластики? А в жизни всё опасно. Ну, как бы, в жизни опасно всё, вам могут делать местный наркоз, вы можете умереть, к стоматологу можете пойти умереть. Ну, это как бы дурацкая совершенно тема, типа, опасно, не опасно. Я всегда говорю, боитесь, что-то не делайте, хотите, делайте. Опасно всё, даже носу ковыряться. Так, здравствуйте, смотрю каждый день вашей эфиры, начала заниматься практикой, люди говорят, что я и мои знакомые, меня осуждают, говорят, что я чокнулась. Ну, естественно, конечно. Я на рерайтере жизни об этом очень много рассказывала. Как перестать давить людей, вспыльчивая, сама страдая от этого. Как идти против природы. Идите на рерайтер жизни. Не надо идти против природы или за природой. Природа здесь ни при чём. Не придумывайте. Вы сейчас нашли себе интересного оппонента, на которого можно перебросить ответственность, природа. Обычно это государство, мама или папа, у вас это природа. Природа виновата, значит, я же против природы не могу пойти. Нет, приходите на рерайтер жизни. Ребята, я вот вам всем всё время об этом говорю, и вы каждый раз задаёте миллиард вопросов, с которым пытаетесь разобраться годами, а можете разобраться всего лишь в течение одного месяца. Рерайтер жизни это не марафон про волшебство и не марафон про исполнение желаний и не марафон, где моментально всё станет хорошо. Это марафон, который позволит вам познать себя и наконец-то понять, почему вы сегодня находитесь в том состоянии, в каком вы находитесь, почему вы всё вот это имеете, почему с вами всё это происходит, почему вас бесит, раздражает, почему вы плохо себя чувствуете, почему вы до сих пор в кредитах, почему вы не зарабатываете. Вы поймёте это в течение месяца и вы поймёте, что надо делать. Я не говорю вам, что в течение месяца все проблемы улетучатся, но ответы на все вопросы придут. Вы пересядете в вагончик в другом направлении, вы сейчас едете в поезде, который везёт вас вообще не туда. Судя по вашим вопросам, большинство людей едут в этом поезде. Я вам просто предлагаю пересесть, пересесть и перестать. Вы получите, вот реально, вот всё, что вы спрашиваете, я всё очень подробно объясняю, рассказываю, самое главное, даю вам это пропустить через себя. Ведь важно не только это услышать, важно это прочувствовать и осознать. У нас есть специальные для этого практики, медитации, специальная работа, которую вы будете с собой проделывать, она доведёт это вам вот сюда. Потому что часто бывает, что вы говорите, я же уже это слышал, мне же уже это говорили. Поэтому история не про то, чтобы услышать, история не про то, чтобы прослушать. Рерайтер жизни это про то, чтобы реально поменять вашу жизнь. Я могу помочь вам на самом деле абсолютно по-настоящему изменить вашу жизнь. И вы можете в это не верить, и скорее всего многие не верят, и только по этой причине вы живёте так, как вы живёте. А можете в это взять и захотеть поверить и получить другое. Вот просто выберите. Вам больше нравится мозг себе полоскать и постоянно задавать одни и те же вопросы и об этом говорить и ничего не менять. Или взять и наконец это сделать. Для меня это даже не выбор, но это очевидно. Но я понимаю, что огромному количеству людей не хочется на самом деле никаких изменений. Нравится жить в страдании, в бедности. О чём же тогда говорить? Как вот девушка написала чокнутая. Ты же чокнутым тогда будешь. Не, ребят, вы будете наоборот здоровым и вы научитесь самое главное быть здоровым среди больных. Потому что больные всегда будут. Мы не денемся от них никуда. Мы не переделаем весь мир. Но мы научимся как быть здоровыми среди больных. Это знаете, как быть человеком не пьющим, когда все пьют. Этому можно научиться достаточно легко и вы начнёте получать от этого удовольствие. Вы перестанете быть человеком, на которого пальцем показывают. Вы перестанете быть человеком, который всех рюмку выдирает за столом и пытается объяснить, как здорово не пить. Нет. Вы научитесь быть таким. Вы позволите себе быть собой, а другим другими. Вы научитесь больше менять своё окружение. У вас со временем станет больше таких людей в окружении, как вы. Вы начнёте по-другому мыслить, жить в других местах, путешествовать по-другому, зарабатывать по-другому. У вас будут другие отношения с детьми, вы будете по-другому выглядеть физически в том числе. Это совершенно другая жизнь. И всё, что нужно для этого сделать, это просто разобраться с головой. Как это сделать, я вам помогу, расскажу, пожую, в рот положу. Надо проглотить, принять решение, что я хочу это проглотить. Если вы этого решения не примете и будет история про то, что я вам за щёчку положила, а вы потом выплюнули или пошли два пальца вставили в рот, ну, ваше личное дело. Вот, собственно, и всё. Поэтому, как я всегда говорю, решение всегда остаётся за нами с вами. Вот и всё. Вы у меня как сериал, муж как заходит, всегда смотрю Ермилову. Вот видите, у вас муж хороший, тоже умный, потому что бывают разные мужья. Мужья тоже очень сильно боятся, когда их женщины меняются. Мужья тоже, ну, мы же все люди прежде всего, что мужчины, что женщины, и перемены это такая штука для многих стрессовая, и люди стараются ничего не менять, пусть плохо, но зато стабильно, вот это стабильно. Думайте сами, решайте сами. Спасибо всем большое за этот прекрасный эфир, я приглашаю вас на рерайтер, мы стартуем 1 апреля, если вы чувствуете, что вы готовы, welcome, через пару дней у нас стартует продажа пробной версии, она будет по-прежнему стоить всего 5 долларов, вы сможете её приобрести, если вы пока ещё не понимаете вообще, что это, и посмотреть, готовы ли вы инвестировать в себя немного времени, немного денег, и полностью поменять свою жизнь. Всем хорошего дня, и я вам буду благодарна, если вы напишите несколько слов об этом эфире, когда я его опубликую, потому что я уже поняла, что его нужно сохранить. Всем пока!